Что заставляет вас настолько хронически нуждаться в другом человеке? Проблемы, связанные с потерей, по сути, являются психологическими и эмоциональными. Вы должны быть способны достойно двигаться по жизни дальше. У вас есть выбор — либо позволить миру жить в комфорте вашей тени, либо постоянно стремиться попасть под чью-то тень самому. Намаскарам, Садхгуру. Почему так много боли, когда заканчиваются отношения? Я не могу двигаться дальше, потому что это оставляет во мне пустоту. Сейчас фундаментальный жизненный процесс внутри вас является взаимозависимым. Так и должно быть. Физическая природа существования взаимозависима. Вам нужно есть, дышать, пить воду, нужно много всего. Вам нужны сервисы поддержки. Но то, что создает эту жизнь, похоже, является завершенным процессом само по себе. Оно не нуждается в сторонней поддержке, не так ли? Вы так думаете? Так считаете? Да или нет? Это так. Так что заставляет вас настолько хронически нуждаться в другом человеке? Это природа ваших мыслей, ваших эмоций. Возможно, на определенном этапе жизни даже вашего физического тела. Физическое тело — это одно. Не вы создали его. Если вы сильно увлечетесь книгой, будете читать остросюжетный триллер, то заметите, что все физические нужды пропадут. Замечали такое? Да? Допустим, вы увлеклись каким-то дешевым бульварным чтивом. Одного этого достаточно. Два часа вы не будете думать о еде, о том, о сём. Все физические потребности просто исчезнут. Не так ли? Если вы захотите, это можно преодолеть очень легко. Я не говорю, что вы должны. Если вы захотите, с физическим аспектом можно справиться, очень легко. Здесь не требуется особых усилий. Проблемы, связанные с потерей, по сути, являются психологическими и эмоциональными. Так что, по крайней мере, психологическая структура того, кто вы есть, должна быть создана вами. Не так ли? Если бы вы сами создавали свою психологическую структуру, вы бы сделали её несчастной или блаженной? Если бы её создавали вы сами. Я говорю о том, что вы хотите для себя. Что вы хотите для соседа — это ещё вопрос. Но, по крайней мере, для себя вы не хотите страданий. Ни один человек такое не выберет. Очевидно, что вы не создали свой психологический процесс или психологическую структуру осознанно такой, какой хотите. Означает ли это, что если завтра отношения прекратятся, я не буду волноваться и, послезавтра забыв, продолжу жить дальше? Нет, речь не об этом. Просто вы должны жить так, будто готовы умереть за кого-то прямо сейчас. Но если так случится, что завтра умрут они — не вы, умрут они — вы должны быть способны с достоинством двигаться по жизни дальше. Но сегодня вы должны жить так, словно готовы умереть за этого человека, искренне. В противном случае жизнь не имеет святости. Если рассуждать об этом логически, «В конце концов, я независимая частица жизни. Зачем мне кто-то нужен?» Тогда ваша жизнь станет совершенно уродливой. Необходимо жить так, словно вы не можете жить без кого-то. Но завтра, если так случится, что человек исчезнет, умрет или уйдет от вас или что-то еще, тогда вы должны увидеть, что являетесь независимой частичкой жизни. Но если такое восприятие у вас сейчас, ваша жизнь будет уродливой. Люди не в состоянии понять это различие. Они либо становятся циничными дон-жуанами, либо настолько сентиментальными и потерянными, что не могут наслаждаться своими отношениями. В большинстве отношений люди знают некоторую радость только в начале. Затем для большинства, к сожалению, это становится непрерывной сложностью и болью. Причина в том, что вы не поняли природу, не испытали природу вот этого, и вы пытаетесь понять природу того. Такого никогда не произойдет. Если у вас прекрасные отношения, в большинстве случаев это потому, что рядом с вами прекрасный человек. Это плохой способ существовать, не так ли? У вас должны быть прекрасные отношения со всеми, кто вас окружает, из-за того, кто вы есть, а не из-за того, кем являются окружающие. У вас есть выбор. Либо вы можете позволить миру жить в комфорте вашей тени, либо всегда стремиться попасть под чью-то тень самому. Этот выбор доступен каждому человеку.